Не работают школы. Дороги перекрыты. На улицах города Уэстчестер сотни полицейских. Возле дома престарелых десятки машин скорой помощи. Здесь убили двух пенсионеров. По данным полиции, стрелок накануне развелся. Из зала суда поехал к бывшей жене и стрелял в нее прямо из окна автомобиля. Женщина не пострадала. Он попал в несколько домов, никого не задело. Далее мужчина ворвался в приют для пожилых людей и застрелил своих родителей. Он сбежал на серой Хонде. Это крайне опасный преступник. Он убил двух человек и пытается убить еще одну женщину. Мотивы стрелка неизвестны. За 400 километров в городе Мейсонтаун также стреляли. Неизвестный ворвался в зал суда и открыл огонь. Один человек погиб, трое ранены. Как только приставы услышали выстрелы, они зашли в зал суда и сделали все, чтобы спасти жизни людей. Преступник убит. Причины этого инцидента пока неизвестны. Полиция устанавливает, был ли стрелок знаком с жертвами. Тем временем трагедия на дороге в Колумбию. Под колесами самосвала погибли 8 человек. Еще 10 попали в больницу. По данным полиции, жители города Гаудос выбежали на дорогу, где столкнулись два грузовика, перевозившие йогурт и мороженое. Люди начали собирать продукты. В этот момент на большой скорости в них влетел самосвал с камнями. Предварительно у машины отказали тормоза. Было слышно сильный гул. Потом меня отбросило в сторону и я упал. К счастью, выжил. Четыре человека оказались под колесами легковушки Ватикане. Ранены туристы из Польши, среди них двое детей. Автомобиль вылетел на тротуар и остановился в нескольких метрах от знаменитой базилики Святого Петра. За рулем был 35-летний водитель. Итальянец не справился с управлением на мокрой дороге. Машина просто вышла из-под контроля, а люди стояли на переходе и ждали зеленый свет. В Техасе самолет службы по борьбе с наркотиками рухнул прямо на шоссе. Легкомоторное судно летело слишком низко. При падении задело несколько автомобилей. Однако вытекшее из бака горючее не загорелось. Два человека, которые находились на борту, смогли выбраться из обломков самостоятельно. Их срочно госпитализировали.